Здравствуйте! В эфире новости. В студии Бейбет Мамлеев. Сурдоперевод осуществляет Даврен Абдрасилов. Депутаты Сената Парламента на пленарном заседании одобрили в двух чтениях правительственный законопроект о масс-медиа. По словам члена комитета по социально-культурному развитию науки Айгуль Капаровой, в закон добавлено 8 различных инноваций. К примеру, вводится понятие информационный суверенитет. Еженедельный объем телерадиопрограмм на казахском языке предлагается увеличить поэтапно с 50 до 60% к 2027 году. До 2027 года предлагается поэтапно сокращать ретрансляцию иностранных телерадиопередач в телерадиоэфире с 20 до 10%. Также Айгуль Капарова отметила, что слово «СМИ», встречающееся в действующем законодательстве, будет заменено на масс-медиа. Стоит отметить, что новым законом введены нормы по обеспечению прав в их гарантии профессиональной деятельности журналиста. До конца года город Текеле будет полностью газифицирован. Тогда же должен быть окончательно решен и вопрос с питьевой водой. Какие меры предпринимаются в этом направлении, рассказали Акимобласти, Женцу, Бейбуту и Сабаеву. Глава региона посетил город Горняков и ознакомился с ходом строительства социальных объектов. В этом новом 40-квартирном доме совсем скоро зазвучит детский смех. Строительство арендного жилья в течение года вела компания «Семшоходкурлыс» в сервис. На возведение дома с сейсмоустойчивостью до 9 баллов было выделено 780 миллионов тенге. Сегодня работы практически завершены. И новые светлые и просторные квартиры ждут своих жильцов. Данное здание уже закончено. Деньги выделены были с республиканского бюджета. На данный момент все деньги освоены. В данном здании у нас имеется 4-комнатные квартиры 5, 3-комнатные 15, 2-комнатные 5 и 1-комнатные 15 штук. В этом доме будут получать такие люди, которые стоят в очереди, многодетные, инвалиды. Все, что по очереди стоят в городе, они и будут получать. На сегодня по Текелей в очереди на жилье из Государственного жилищного фонда стоит 1023 человека. 50 из них входят в социально уязвимую категорию. В целях обеспечения жителей города необходимыми квадратными метрами ведется строительство не только арендного, но и кредитного жилья. Такой 40-квартирный дом планируют создать в августе. Акимобласти поручил особое внимание уделить качеству строительства, а также внешнему облику здания, внеся предложение по улучшению фасада дома. Давайте отделаем его снаружи жидким травертином. Во-первых, такое декоративное акриловое покрытие будет хорошо смотреться. Во-вторых, будет дольше держаться. Скорее всего, в Талдыкургане мы тоже будем применять такие технологии. Либо фасадная кассета, либо фибробетон, либо сплошной травертин. Тогда внешний вид дома будет сохраняться в хорошем состоянии как минимум 10-15 лет. Новые дома сразу же подключаются к центральному газу. В целом, процесс газификации города Текили планируется завершить к концу года. Общая протяженность газопровода 194 километра. На сегодняшний день уже проложено 142. Общая стоимость проекта свыше 5,5 миллиардов тенге. По заверениям руководства ответственной компании Алия-сервис, все работы будут завершены в ноябре. К газу будут подключены все системообразующие предприятия города. Это Текилинская электростанция, товарищество «Электромарганец». Одним словом, в ноябре все крупные объекты получат доступ к газу. Наконец-то решится в этом году и один из самых актуальных вопросов для жителей города Текили – обеспечение чистой питьевой водой. Для этого специально пробурили три скважины и проложено 16,5 километров водопровода. Также будет обновлено внутреннее оборудование фильтровальной станции. Из местного бюджета мы выделили 300 миллионов тенге. Конкурсная заявка выдана. Решение по конкурсу будет принято через месяц. Теперь на эти 300 миллионов тенге мы отремонтируем установки внутри фильтровальной станции. Что это даст нам? Если в течение 24 часов будет подаваться по 600 кубометров фильтрованной воды в час, тогда мы 100% обеспечим население города Текили чистой питьевой водой. Планируем все это на сентябрь. Кроме того, по городу будут полностью заменены около 400 вентилей. На это выделены специальные средства. Такие меры позволят не оставлять всех жителей без воды, даже если где-то произойдет сбой. Один квартал, второй. Мы разделим город. Каждый квартал будет иметь свои вентили. И в случае аварии будут отключать воду только в одной части, а не во всем городе. Закроем только один район, одну улицу. И там мы будем проводить ремонт. Ознакомился Акимобласти и со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса. Общая стоимость проекта – 1 миллиард 300 миллионов тенге. Новый современный спортивный объект состоит из трех блоков. В большом зале площадью 1000 квадратных метров можно будет проводить крупные соревнования. Предусмотрена также зрительная трибуна на 180 мест. Здесь будет заниматься все наше население города Текили. Здесь футбол, футзал есть, здесь есть бокс-зал, есть тренажерный зал, есть зал для борьбы. И также есть уличное большое наше футбольное поле, а также вокруг него беговая дорожка. Все это позволит для нашего народа завтра заниматься спортом и укреплять свое здоровье. Новый современный комплекс полностью оснащен всем необходимым оборудованием. Для людей с инвалидностью предусмотрено установление пандуса. Строительные работы будут завершены уже в конце июня. Надежда Белова, Жаркан Шентаев, Жасул Ченгинжинов, телеканал ЖТСУ. Жители микрорайона Жастар 1-1 города Талкурган массово жалуются на отсутствие питьевой воды. Согласно их заявлениям, в микрорайоне, который был построен 6 лет назад, так и не была развернута необходимая инфраструктура. Лишь в прошлом году после многочисленных обращений жителей было установлено уличное освещение. Однако сроки проведения водопровода и предоставления доступа к питьевой воде до сих пор остаются неизвестными. Подробности в нашем материале. Подрядная кампания была назначена осенью прошлого года, но они отказались проводить ремонтные работы из-за приближающейся зимы. Пообещали начать 15 марта, однако после этого не давали о себе знать. И, соответственно, мы до сих пор сидим без воды. Ситуация с водоснабжением в микрорайоне Жастар 1-1 вызывает обеспокоенность у местных жителей. По их словам, в 2018 году была пробита единственная скважина, но из-за роста населения её мощности недостаточно. Осенью 2023 года подрядчик получил уведомление о том, что ему необходимо провести новый трубопровод. Однако эти работы были отложены до весны. С тех пор жители не видели никаких действий со стороны ответственных учреждений по решению данной проблемы. Недалеко от нашего микрорайона находится Тинайский сельский округ. Там у людей есть все блага цивилизации. Также есть жилой массив Жастар-1. Его построили около 7-8 лет назад. Там тоже проведен водопровод и электричество. У нас одних такая ситуация. Местные исполнительные органы, а также глава городского ЖКХ осведомлены о проблеме и приехали, чтобы подробно объяснить местным жителям, почему работы, которые должны были начаться весной, были приостановлены. Жители ждут, когда ответственные учреждения перейдут от слов к конкретным действиям по решению проблемы с водослабжением. В связи с поводковой ситуацией в нашей стране, огромное количество денежных средств было направлено в те регионы, дабы помочь людям. Поэтому мы испытываем небольшие трудности с бюджетом. Однако мы не сидим на месте и работаем над этим вопросом. Подняли проблемы сначала на городском, потом на областном и республиканском уровне. Нам были обещаны денежные средства. Как только они поступят в местный бюджет, сразу же будут начаты ремонтные работы. Руководитель отдела городской ЖКХ и жилищной инспекции Алмаз Барлыбеков провёл встречу с жителями, чтобы объяснить причины задержки запланированных на весну работ. Он сообщил, что проектно-сметная документация по обеспечению населения питьевой водой была разработана и успешно прошла государственную экспертизу. Жителям было разъяснено, что необходимые документы готовы, но сейчас ожидается поступление средств из республиканского бюджета. После получения финансирования работы начнутся и, как заверили местные власти, будут завершены в течение 4-5 месяцев. Сладкая польза. Селекционным мчеловодством занимается житель Сарканского района Сергей Питенко. Сегодня на стационарной пасеке фермера порядка 600 ульев. В каждом обитает около тысячи трудолюбивых жужжащих насекомых. Однако производят здесь не только мед, но и другие продукты пчеловодства. Полезную продукцию реализуют в Казахстане и экспортируют в зарубежные страны. В чем особенность селекционного пчеловодства узнавала наша съемочная группа. Сергей Питенко – потомственный пчеловод. Любимым делом он занимается всю жизнь. Родился в семье пчеловодов и, следуя примеру отца, который посвятил производству меда более 30 лет, решил связать судьбу с этим призванием. И хотя выбор профессии был непрост, чаша весов перевесила любовь к природе. Пока была учеба, не было такой возможности. Наблюдал, помогал, но профессионально не занимался. На протяжении уже 8-6 лет, как не стало моего отца, это самый главный мой учитель, я начал заниматься этим сам. У меня есть диплом. Я учился непосредственно в России, в Подмосковье, в Алакаламске. У меня есть диплом, специализированный пчеловод, институт пчеловодства. Не знаю, я много пробовал себя в разных отраслях, в городе, даже на госслужбе. Но я нигде не получал удовольствия от работы. А здесь, как сами видите, работаешь на природе, свежий воздух. Плюс это очень полезно. В мире насчитывается более 20 тысяч пород пчел. Среди самых медоносных – среднерусская, лесная, серая, горная, кавказская и карника. Это европейская порода, полученная путем скрещивания итальянок с кипрским трутнями. В настоящее время известно 7 линий данной породы. Среди них самая трудолюбивая, медоносная и совершенно не агрессивная – линия Виктория. Именно ее и разводят на пасеке Сергея Питенко. Материал пчеловод привозят из Европы и распространяют среди местных коллег. У меня селекционная пасека. Я занимаюсь искусственным оплодотворением пчеломаток. Я занимаюсь тем, что не только собираю мед. Я произвожу маточек, произвожу пчелопакеты, также произвожу улья. Плюс у нас в городе большой магазин по пчелооборудованию, пчелоинвентарю. Мы пытаемся захватить полностью весь рынок, чтобы человек пришел ко мне в магазин и мог… Ты можешь пойти в магазин, а могу тебя по сути сделать за один день пчеловодом. Объяснить тебе все, дать тебе все, что тебе нужно. И ты можешь смело заняться этим. Плюс здесь у нас также есть цех по производству овощины. То есть мы перерабатываем воск и делаем из него овощину. Свою продукцию реализуют не только на территории Казахстана, но и экспортируют за границу. В Европу, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Качество гарантирует высокий спрос. Учитывая, что пасека стационарная, при хозяйстве специально выращивают видоносные растения. Под это отведено 500 гектаров земли. Всего на пасеке находится около 600 ульев. Каждая пчелиная семья за сезон может производить от 50 до 100 килограмм меда. Но поскольку Сергей занимается разведом пчеломаток, за летний период здесь получает около 10 тонн меда. Но зато какого? Преимущество меда, самое главное преимущество, это ваш иммунитет. То есть мед это очень хороший иммуностимулирующий продукт. То есть если вы полностью употребляете маточное молочко, мед, пыльцу, пиргу, то есть ваш иммунитет, он просто на высшем уровне. Это самое главное свойство пчели, вообще всего, что производит пчелы. Это ваш иммунитет. Мед убивает бактерии. Мы даже знаем, что мумии обрабатывали медом, потому что в меду нет ни одной бактерии. Мед это тот продукт, который может храниться бесконечно, потому что в нем не содержится никаких бактерий. ЖТСУ – аграрный край. Благодаря благоприятным погодным условиям заниматься пчеловодством здесь весьма удобно. Тем более, что в регионе произрастает огромное разнообразие трав. В Сарканском районе имеется 21 большая и малая пчелиная фермы. По словам специалистов, данное направление сельского хозяйства становится все более популярным. В наших сельских округах пчеловодством занимаются немало крестьян. Они приходят к нам, интересуются, есть ли какая-то поддержка государства, как получить кредит. Мы проводим разъяснительную работу, в частности, как принять участие в программе АУ Аманата. Пчела – одно из самых трудолюбивых насекомых. По наблюдению специалистов, чтобы сделать один килограмм меда в полосатой труженице, необходимо собрать нектар с 19 миллионов цветов. Медоносные пчелы играют очень важную роль в жизни человечества. Они помогают опылять растения, а продукты пчеловодства используются во многих сферах – в пищевой промышленности, косметологии и, конечно, медицине. Ведь о пользе этой натуральной продукции не понаслышке знает каждый житель на Земле. В области ЖЦУ найдется немало специалистов, которые своим честным и упорным трудом вносят неизмеримый вклад в развитие региона. Один из таких профессионалов – Арганбай Кинжибаев, агроном из Кельдинского района. Уже 15 лет трудится в крестьянском хозяйстве Айден и обучает начинающих фермеров. По словам главы фермерского хозяйства, Арганбай – ценный сотрудник и самый настоящий профессионал своего дела. О достижениях и умениях специалиста расскажет наш корреспондент. В этом году отмечается 26-летие с момента основания крестьянского хозяйства Айден, где трудится около 100 человек. Кроме того, значительное количество местных жителей активно участвует в работе на ферме. Один из них – Арганбай Кинжибаев. Мужчина – опытный фермер, неутомимый труженик, работающий в этой сфере почти 15 лет. Он утверждает, что ключ к успешной сельскохозяйственной деятельности – это упорный труд и стремление каждый день учиться чему-то новому. В 2012 году я начал свою работу на фермерском хозяйстве Айден. Спустя три года упорного труда меня заметил глава КХ и предложил более значимую и высокую должность. Так я стал бригадиром и после этого смог обучать молодых людей, которые только начали свой путь в этой сфере. Любой из них может обратиться ко мне за советом, за просьбой или помощью. Я считаю, что каждый опытный специалист должен помогать молодёжи. Только так мы можем сохранить наследие и передать знания. Трудолюбие Аргенбая Кинжибаева служит настоящим примером для молодёжи и коллег. Благодаря накопленному опыту за многие годы он передаёт секреты успешного выращивания урожая молодым фермерам. Стоит отметить, что крестьянское хозяйство Айден специализируется на выращивании масличных бобов, озимой кукурузы, ячменя и пшеницы. Однако основной культурой является свёкла. На площади в 3000 гектаров, принадлежащей хозяйству, в текущем году было запланировано засеять 1500 гектаров сахарной свёклы, что на 100 больше, чем в прошлом году. Я очень рад, что моим коллегой является такой профессионал. Молодёжь тянется к нему, просит помощи или совета. Вместе с ним развивалось и крестьянское хозяйство. Сейчас одно достаточно большое, много новых фермеров, только начинают здесь свою работу. Хотелось бы отметить, что Архымбай – талантливый педагог и превосходный агроном. У него свой собственный метод по выращиванию качественного урожая. Он научил меня многому, и я очень признателен этому человеку. В целом, в Искельдинском районе была засеяна почти 32 тысячи гектаров зерновыми культурами. Сахарная свёкла же чуть больше двух тысяч. В прошлом году собрано 134 тысячи тонн сладкого корнеплода. Крестьяне планируют повторить прошлогодние результаты. Отметим, что в этом году также наблюдается увеличение субсидий и модернизация спецтехники. Карина Закриева, Нурай Базархан, Габид Кабдрахман, телерадиокомпания «ЖИТУСУ». Привилегия самых мужественных. В области ЖИТУ ведется набор кандидатов в ряды пограничной службы КНБ. Вопросы призыва были обсуждены в ходе брифинга для журналистов региона. Как сообщают сотрудники департамента пограничной службы, в прошлом году в регионе к призыву по контракту зачислено 274 человека. 27 из них вчерашние срочники. Уже в этом году ряды пограничников на контрактной основе пополнили 124 человека, в том числе 21 военнослужащий срочной службы. Кроме того, по области в прошлом году для поступления на учебу в пограничную академию КНБ, а также военные учебные заведения России и Турции были направлены 74 кандидата. 37 из них успешно поступили. Уже в этом году подготовлено 90 кандидатов. Есть и определенные новшества. Как было отмечено, в ходе брифинга отныне поступать на пограничную службу мужчины с медицинским и фармообразованием смогут даже без военного билета. Сотрудники департамента отдельно остановились на вопросах отбора и привилегий будущих военнослужащих. Привилегии воинской службы – это стабильная зарплата, жилищные выплаты, ранний выход на пенсию в зависимости от выставления лет, бесплатное получение вещевого имущества, бесплатное получение медицинское, санатурное, курортное лечение, возможность получения высшего образования у кого нету, которых государство компенсирует 50% оплачивает для тех, которые служили 8 календарных лет на должностях сержантского рядового состава. У всей молодежи есть все возможности. Не бойтесь, дерзайте, приходите. Все возможности в ваших руках. В Куксусском районе состоялся семинар-тренинг, посвященный развитию службы медиации. В мероприятии приняли участие представители этнокультурных объединений духовенства и молодежного штаба Ассамблеи народа Казахстана. Медиация – это особый вид переговоров, при котором нейтральный посредник помогает сторонам в конфликте найти взаимовыгодное решение. В настоящее время в области ЖИЦУ действует один кабинет медиации и более 15 площадок. Более 100 общественных активистов и два профессиональных медиатора прошли специальное обучение. Организуются различные мероприятия по предупреждению и разрешению конфликтов. Следующая встреча в рамках развития службы медиации запланирована в Панфиловском районе. Председатель Ассамблеи народа Казахстана Касым Жумар-Токаев отметил, что медиация является одним из самых действенных способов предотвратить межрасовые розни. Поэтому мы организовываем такие обучающие семинары для членов этнокультурных общественных объединений два раза в год. Мы активно поднимаем эту тему и развиваем ее, приглашаем медиаторов республиканского уровня. Службы гражданской защиты области ЖИЦУ, направленные в Восточно-Казахстанскую область, успешно осуществили свои функции во время проведения сейсмических учений ЖИР-ЕКМЕН-ДЖЕРМАТОРТ. Наши земляки, преодолев 940 километров до территории Зайсана, провели работу по подготовке к чрезвычайным ситуациям и внесли свой вклад в развитие общей культуры безопасности. Главный штаб командно-штабного учения ЖИР-ЕКМЕН-ДЖЕРМАТОРТ, охвативший все регионы страны, разместился в городе Усть-Каменогорск. В проведении учения приняли участие сотрудники Карагандинской области Абай и ЖИЦУ. Департамента по чрезвычайным ситуациям нашего региона было задействовано 22 единицы техники и 60 специалистов, которые проявили высокий профессионализм и доблестно выполнили поставленные задачи. По результатам учений все поставленные задачи перед ЖИТСУЙСКОЙ областью нами выполнены точно и в срок. Колонна механизированная с инженерной техникой и спасательными подразделениями вовремя прибыла в установленный район сосредоточения, Зайсанский район. Техника прибыла в установленные сроки, общая протяженность 940 километров, без поломок, еще раз говорю, в установленные сроки. Все поставленные задачи выполнения, тактика, специальные учения, отработанное взаимодействие с местными исполнительными органами. В Искельдинском районе состоялся турнир по греко-римской борьбе, посвященный Алимхану Тумбаеву, заслуженному тренеру, многократному лауреату премии СССР. В соревновании приняли участие около 130 юниоров, которые готовы вновь побороться за звание лучшего. Подробности в нашем следующем материале. На турнире по греко-римской борьбе среди юниоров приняли участие 8 команд, каждый член которой горит любимым видом спорта. По словам судей, на соревновании каждый борец продемонстрировал оточенные приемы и действия, которые говорят о упорных тренировках. Болельщики отмечают, что в зале стояла напряженная атмосфера соперничества. Никто не хотел уступать и из последних сил старался вырвать победу из рук противника. Алимхан Тумбаев – мой тренер, и благодаря ему я сегодня участвую на этом масштабном турнире. Он научил меня всему, что я знаю и умею. Надеюсь, что я стану победителем. Уверен, что в ближайшие годы уровень соревнований будет только расти, открывая новые возможности для спортсменов и поднимая планку еще выше. Турнир, посвященный выдающемуся спортсмену и тренеру Алимхану Тумбаеву, проводится уже второй раз. Если в прошлом году он охватил лишь районы, то в этом его масштабы выросли до регионального уровня. Организаторы считают, что подобные соревнования играют важную роль в жизни юных борцов, помогая им развивать спортивные навыки. «Мы надеемся, что подрастающее поколение нашего региона будет активно вовлечено в спорт и здоровый образ жизни. Мы верим в потенциал наших детей и убеждены, что в будущем они будут достойно представлять нашу область не только на республиканском, но и на мировой арене». По словам организаторов турнира, в этом году наблюдается заметный рост числа участников. Также ответственные лица планируют в будущем провести спортивное состязание уже на международном уровне. Это были все новости к этому часу. Всего вам доброго. До следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова